Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам об International Pillow Fight. Это международный бой на подушках, который проходит по всем мировым столицам ежегодно в начале апреля. Впервые я столкнулась с этим мероприятием в Лондоне в 2013 году, когда пришла на Трафалькарскую площадь и увидела море народу, бьющихся на подушках. По-моему, я даже не знала об этом мероприятии, просто мимо проходила и вот такое вот увидела. Ну, естественно, у меня был фотоаппарат, и я начала все это действие снимать. Конечно, внутрь я не пошла в тот момент, я снимала издалека с национальной галереи или с площадки рядом с национальной галереей, но бой был нешуточный. И перья летали по всему воздуху, и люди просто, видно было, кайфовали от этого. Вроде бы как бы выкидываешь всю свою накопившуюся негативную энергию, и вроде бы как это и игра какой-то детский такой, как, знаете, в лагере собираются дети на ночь глядя и начинают подушками дубасить друг друга. Вот так же происходит, в принципе, во многих мировых столицах. В один и тот же день это такая акция, флешмоб, то есть неорганизованное мероприятие. Правительство вообще как бы против этого мероприятия, но людей не удержит. Ну и полиция закрывает на это глаза, потому что море народу не арестовать, и пусть уж лучше такая агрессия выплеснется наружу, чем это выльется в какие-то массовые протесты или в разбое и нападение. Но в 2014 году, так как перья, в принципе, по идее, должны были убираться после всего этого боя, обычно организаторами мероприятия прописаны правила, устав этого боя на подушках, где сказано, что после того, как бой закончится, все участники этого боя должны убрать за собой перья. Но перья столько летает по всему городу после этого, что власти Лондона, конечно, были недовольны, и, по-моему, именно из-за этого в 2014 году, когда я посетила это мероприятие, Трафальгарская площадь была полностью закрыта. Но ребята, пришедшие на бой, начали драться на вот этой вот площадке рядом с Национальной галереей. И я уже там внутри, между людьми ходила и фотографировала там снизу и сверху, и со всех сторон пыталась сделать интересные фотографии. Опять же таки, устав мероприятия гласит о том, что людей, у которых нету подушки, а особенно тех, которые ходят с фотоаппаратами, бить подушками нельзя. Поэтому я не ожидала, что меня кто-нибудь будет бить. Ну, в принципе, один раз мне кто-то ударил, и я им так пальчиком показала, говорю, э-э, я с фотоаппаратом, у меня нет подушки, я безоружная, меня не бей. Ну и перестали. Основное правило, что подушки должны быть мягкими, желательно не перьевые, чтобы перья не летали, но как же без перьев, это же самые интересные и красивые фотографии. И люди приходят не только повыливать подушками, но и сделать красивые снимки. Некоторые даже каких-то ангелочков потом ложились на пол и рисовали, знаете, как на снегу вот так делают. Кто-то приходит в костюмах, в пижамах, кто-то приходит с осками. Особенно было интересно в 2014 году, по-моему, когда вот эти вот все перья летали в воздухе, а на постаменте 4-го памятника на Трафальгарской площади, на котором постоянно меняются статуи, раз в 2 или в 3 года, там стоял петух такой синий на этом постаменте, и вот эти перья летали вокруг, да около, было очень прикольно, что перья от этого петуха. Я сделала пару фотографий, и мне показались они очень интересными. Но в 2014 году пришел такой мужик с подушкой, якобы с подушкой, а на самом деле у него там был насыпан песок, просто пакет такой, в который он насыпал песок и стал всех бить, и это было очень больно. В итоге его просто все подушечники стали дубасить своими подушками, а он вот так вот от них отмахивал со своей подушкой с песком. Но, конечно, куда денешься от таких людей, у которых непонятно, что в мозгах творится. В 2016 году я пыталась найти это мероприятие, потому что уже из Трафальгарской площади, из этой площадки рядом с Национальной галерей все это мероприятие перекрыли, закрыли, и люди не знали, где происходит это мероприятие. Кто-то уехал в Савок, по-моему, там в каком-то парке проходило. Я же бегала по всему Лондону и искала, где проходит это мероприятие. Также и люди с подушками, которые приехали драться на подушках, не могли найти, где. В итоге сами по себе какая-то кучка организовала все это в Грин Парке, то есть просто люди и друзья, наверное, пришли и друг друга стали дубасить. В итоге те, кто тоже ходил, искал, где это мероприятие происходит, подходили и вливались во все это действие. Полицейский один мимо проходил, указал так, что не надо тут перья раскидывать. Но люди сказали, что они уберут после этого и продолжали биться на подушках и старались не раскидывать перья. Мероприятие уже подходило к концу, мне кто-то дал подушку и сказал, хочешь попробовать? Я говорю, а давай. И мы начали, еще я была с подружкой, начали дубасить тоже друг друга. Сделали несколько фотографий. На самом деле, я могу сказать, когда я начала этим заниматься, изначально, ну как бы не очень, некомфортно себя чувствуешь. А потом начинаешь размахивать этой подушкой и бить абсолютно всех. И так интересно, и такая какая-то действительно негативная энергия уходит из тебя. И вроде бы как детские игры такие. Ну что там, мы все в детстве дрались на подушках, когда мы в лагере оставались или оставались дома вместе с друзьями. В общем, да, интересные мероприятия. И вот в 2019 году уже определилось специальное место, это называется Allens Gardens в Шордиче, который я вам уже показывала. Туда я приехала и буквально увидела там 10 человек с подушками, которые сидели, стояли, ждали. В итоге как бы сам бой так и не начался, потому что народу не было. Для флешмоба должны быть сотни человек, чтобы это было весело и позитивно. Но людей не было, было там человек 10, потом подошли еще 5, потом еще 5. В итоге оказалось, что очень многие опоздали, так подходили, подходили. И бой так и не начинался. Я говорю, ну давайте уже начнем, потому что я приехала фотографировать. Мне надо было уже отправить репортаж в новостные источники. А они такие, ну давай, и стукнули меня. Я тоже у кого-то взяла подушку и ответила. И так мы и начали. Люди стали бегать друг от друга, стали бить друг друга подушками, и бой наконец-то начался. Перья, конечно, в этот раз летали очень мало, но все равно летали. И под конец я уже как главный организатор собрала всех в кучку и говорю, давайте сделаем массовую фотографию. Людей, конечно, пришло не так много, человек 200, наверное, в этот раз собралось. Хотя на Трафальгарской площади собирались тысячи. И вот этих всех, эту кучку небольшую такую я организовала, говорю, давайте массовое фото сделаем. То есть масс-фото, я говорю, масс-фото, please. И они такие, давайте. Я говорю, а теперь все вместе подкидываем подушки вверх. В общем, когда у тебя появляется уже английский язык, когда ты можешь разговаривать с людьми спокойно и донести свою мысль на английский, у меня уже начинают появляться хорошие и красивые фотографии. Я могу управлять людьми, могу делать какие-то постановочные кадры, попросив их сделать то или другое действие. Так вот мое репортерство с каждым годом становилось более профессиональным. В этом году, 4 апреля, бой на подошках отменен по всему миру. И люди, даже если кто-то и придет в надежде на то, что эта акция самопроизвола совершится, даже если и начнут биться на подушках, полиция их разгонит. Никто сейчас не ходит по Лондону. Лондон locked down. То есть закрыт на карантин или на самоизоляцию, как хотите, так и называйте это. И людям, как и нам в России, рекомендуют оставаться дома, чтобы не распространять этот злосчастный вирус. Но надеюсь, когда все это разрешится, очень на это надеюсь, мы вернемся к своей стабильной жизни и снова будем драться на подушках. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»